Итак, привет дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков и новости, срочные новости, по этому поводу я записываю видео, ёлки-палки, может быть хоть раз в жизни буду оперативным, но не суть. Фишечка заключается в том, что если вы подписаны на телеграм-канал новостной или на группу ВКонтакте клуб игроков битвы замков, ссылочки оставлю в описании, то вы должны знать, что уже завтра, совсем скоро выйдет ребятушки, выйдет короточки, выйдет обновление на тайваньском сервере. И как бы, я тут когда читал первоначальный список, просто, если честно, немножко фейспаунил. Так, обновление Castle Clash, Тайвань для андроид, подарочный ченчелок китайского обновления, летсплей Castle Clash. Окей, что нового? Новый герой, святая богиня, ну как обычно они выпускают одного донатного и бездонатного героя. Святая богиня, герой трансформируется, обездвиживает, не может атаковать и уменьшает скорость крит удара противника на х процентов в течение х секунд. После того, как герой входит в форму трансформации, наносит х атак, х процентов урона текущей цели, а что, только одна цель что ли? Трансформируется, увеличивает скорость атаки, весь получаемый урон игнорирует. Ну, слушай, что-то, знаешь, что-то похоже, конечно, на... на кого похоже? На Феникса. Трансформация длится столько-то секунд, кулдаун столько-то секунд. Герой, не восприимчив к оглушению, умолчанию, эффектам уменьшения энергии и бедствия, а также уменьшает урон на х процентов, восстанавливая максимальный уровень жизни на х процентов в секунду. Слушай, тут что-то такое, короче, интересное, вроде какой-то дебафер, но тоже непонятно. Ну, опять же, это первоначальный, ребята, перевод, но, как бы, что-то, что-то похожее на Феникса. Ну, понятное дело, трудно придумывать по два новых умения раз в месяц. Я уже думаю, там, не знаю, с ума сходят разработчики, чтобы придумать хоть что-то. Вот, ладно, ближе к делу, когда уже выйдет обзор на Тайване, точнее, обновление на Тайване, там уже разберем, я думаю, перевод будет нормальный. Так, Морозная Коса, это еще один у нас герой, наносит среднюю атаку х процентов урона вражеским целям в зоне перекрестия, увеличивает всем дружественным героям х процентов мощность атаки и скорость в атаке в течение х секунд. Ну, слушай, это и бафер, и урон наносят, окей. И, по сути, это, походу, массовый герой, ну, зона перекрестия. Опять же, все непонятно. Герой обеспечивает щит каждые сколько-то секунд, неуязвимый в течение следующих нескольких секунд и невосприимчив к оглушению, заморозке, окаменению и запутыванию. Рассеивается. Господи. Короче, короче, что один герой, что второй герой, по описанию они очень интересные. Вот, будем ждать, посмотрим. Ну, как обычно, один донатный, другой бездонатный. Новый талант, вот, то есть, ну, они не могут остановиться с этими новыми талантами. Увеличивает х процентов здоровья и х процентов критического сопротивления. В то же время, каждый х секунд уменьшает эффект исцеления от окружающих вражеских героев. Ага, на х процентов, которые длится х секунд. То есть, получается, он себе здоровье увеличивает по типу стойкость, сопротивляется криту, и в то же время у него, грубо говоря, в то же время он, короче, уменьшает эффект отхилы у героев. То есть, это стойкость, плюс недомогание чара, вместе взятые в таланте. Вот. Который длится х секунд. Ну, окей. Окей. Тоже, ну, что-то интересное, но, опять же, как оно будет работать. Ну, они запарились с этими новыми талантами. Новая чара, призрачная сила, срабатывает при атаке героя случайным образом, ввергая в кому икс вражеских героев и накладывает на них молчание в течение их секунд. Чара игнорирует иллюзорность. Опа. Опачки. Кулдаун их секунд. Слушайте, вот это уже можно интересно протестить на битве гильдий. То есть, все-таки, да, солнышко, давай я тебе открою. Ребятушки, извиняюсь, монтировать видео не буду, потому что я его сразу буду и публиковать, потому что новость срочная. Вот. Так. Мы тут наблюдаем картину, ребята, что разработчики все-таки пытаются каким-то образом навести порядок, наверное, на битве гильдий. Вот, бороться с маскировкой. То есть, они сначала вводят маскировку, а потом с этой маскировкой борются. То есть, смотрите, опять же, игнорируя иллюзорность. То есть, Ронин может идти в одно место, и, грубо говоря, Минос с иллюзорностью тоже может пойти в одно место. Опять же, если на защиту взять, поставить несколько героев с этой чарой. Подожди. Да. Вот. Еще раз. Чара, призрачная сила, случайным образом ввергает кому вражеских героев и накладывает на них молчание в течение их секунд. Ну, то есть, ну, чтобы, правда, противостоять Миносу, чтобы противостоять Миносу, тут, наверное, надо... Ну, надо всем шестерым героям это ставить. Как-то, чтобы кулдауны в разное время это все срабатывало. Вот. Чтобы у Минос вообще не было возможности воспользоваться иллюзорностью. Ну, посмотрим, как это будет на самом деле. Это все будет интересно протестить. Как это будет работать. Ну, опять же, остается Барт, да, который может просто там одним Ронином, ну, одним Цепелином уштать базу. Слушайте, как бы я против введения новых талантов, я против введения чар, но это как бы интересно. Это интересно и как бы те игроки, которые ставят себе там защиту, придумывают, они сейчас реально заинтересуются. Ну, опять же, вопрос, как это будет работать, какой кулдаун. Супер питомец бык и бык, каждый х секунд наносит х урона любому вражескому герою и окружающему герою увеличивает урон этих героев на х в течение х секунд. Ой, полная херь. Запарили они с этими супер питомцами. Облики героев. Ну, короче, ну, как обычно, они скины добавят, опять же, там, на какого-то нового героя, Святая Дева. А, то есть, да, скины для новых героев. Линия обороны, добавлены 10 новых испытаний. Аплодисменты разработчикам, если бы они еще меняли награду каждый месяц, цены им не было бы. Вот тут, как бы, я могу отметить два пункта, да, прикольных. То, что идет какая-то борьба с маскировкой, что, с другой стороны, как бы и хорошо, да, то есть, на битве гильдий будет сложнее. С другой стороны, это может тоже оттолкнуть некоторых игроков, которые не сильно донатят, там, где ведь в топовых гильдиях находятся с маскировкой, миносом бьют. Ну, может, сложнее. Если сложнее будет битву гильдий бить, но, возможно, это будет классно. Если миносом вообще будет невозможно пользоваться, то это, конечно, фигово. Главное, чтобы усложнили, но было бы интересно. Королевская битва, добавлены новые монстры, улучшена эффективность производства синих кристаллов в рудниках и алтарях, изменены полностью товары в магазине, улучшены вызовы боссов и другие награды. Вот это интересная штука. Посмотрим, как они это реализовали, но, опять же, им нужно там менять награды, да, они там какие-то товары в магазинах изменят, да, они добавят новых монстров. И так далее, но даже на яйце нет смысла ходить в королевскую битву по той причине, что, ну, яйца на бездонатном аккаунте, ребят, на бездонатном аккаунте все хорошо с синими и красными кристаллами, то есть нету никаких проблем. Если они и дальше будут там эти кристаллы просто раздавать, то как бы, как бы они эту королевскую битву не меняли, она все равно останется в бесполезной локации. Оптимизация изменений. Исправлена изменена система максимального здоровья, чтобы сохранить навыки героев и таланты. Так, тут что-то, ага, с изменением и дополнениями аномальных предметов было немного увеличено следующим образом. Герои Фрей, короче, ничего не понятно. Максимальное здоровье, что-то там, ребятушки, если что, короче, если что, вот, пишите в комментариях, потому что я потупливаю уже почти ночь. Герои Фрей, Зефири, Кровавая Мэрия и Повелитель Бури. Вспомнили про Повелителя Бури. Крокодил и Раскол. Оптимизирована локация линии обороны, добавлены подсказки для маршрутов монстров, продолжительность изменена на 7 дней. Ага, то есть, все это событие будет длиться 7 дней. И добавят подсказки, от которых мы будем понимать, откуда идут монстры. Слушай, ну это прикольно, ну если они будут дорабатывать линию обороны, то это классно, вот за это им спасибо. Ну главное, чтобы не было так, этот сезон линии обороны прошел, а дальше все, сиди кукуй, жди следующего, грубо говоря, обновления. Ну тупо. Оптимизация интерфейса таланта. Ну тут что-то не с талантами нахитрят. Исправлена функция при создании команд в командных локациях. Тут я не знаю, о чем они говорят. Уведомление об импичменте нового лидера гильдии. Воу, они вспомнили, они вспомнили. Что есть, что есть, ёлки-палки, в игре гильдии. Неужели, может быть, они там и дальше что-то будут менять. О божечки. Максимальное количество слотов алтаря героев увеличено на 2, до 116. Уведомление об импичменте нового. Я думал, сейчас напишут, что уведомление об импичменте Трампа. Ну вот, ладно. Ну типа, я так понимаю, если лидера... Если лидер отдаст свое лидерство, то об этом узнают все свои гильдии. Надо там реально, ты знаешь, чтобы у гильдии была процедура импичмента. Знаешь, там набирается, там, не знаю, 70% голосов и нафиг скидывают лидера. А потом выбирают его, голосование проводят. Знаешь, там еще первая палата, вторая палата, там, Совет Федерации, референдум. Все как мы любим. Ладно. Слушайте, ну давайте объективно. Как бы, нам нужно смириться с тем, что добавляют по 2 новых героя. То, что добавляют талант, как обычно, это большой минус, новые чары большой минус. Вот. Но, в этой чаре я заметил, что они что-то пытаются сделать с иллюзорностью. Если, как бы, расклад в топовых гильдиях на битве гильдии изменится, и я буду проходить битву гильдии не за 2 минуты, а хотя бы за 15 или за 20 минут, то это будет круто. Если они этими новыми чарами сделают так, что миносам вообще битву гильдии проходить нельзя будет, то, как бы, тогда перестарались. Потому что, ну, непонятно будет, как проходить. Потому что, ну, дальниками, ну, дальниками тоже сейчас фиг ты там пройдешь. Ну, как бы, вопросы, вопросы к этому. Но видно, что они там что-то думают, как-то пыжатся из себя, пытаются это выкакать. Вот. Суперпитомцы, как обычно, это просто херь. Они пытаются на них бесконечно заработать. Толку от этого нету. Ну, по крайней мере, для игроков уж точно. То, что королевскую битву они меняют, это хорошо. Но, опять же, они не додумались там награды изменить. Может быть, в магазине там что-то прикольное и ценное будет. Но не думаю. Наверное, если что-то будет ценное, то будут продавать за самоцветы. А так как награда там будет старая в королевской битве, то какой бы она интересной ни была, наверное, ничего там не изменится. А вот линия обороны мы посмотрим. Ну, в принципе, в принципе, мне не хочется сильно обсирать это обновление. Хочется на него посмотреть поближе. В целом, я заинтригован. Пишите в комментариях, что вы думаете. Есть плюсы и есть минусы. Но хоть какая-то работа ведется. На этом все. Ставьте лайки, ребят. И всем огромнейшей удачи. Пока. Папара-папа. Обновление.